В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. В Одессе суд арестовал двух подозреваемых в похищении молодого человека. В качестве выкупа за него требовали миллион долларов. Киевский райсуд избрал меру пресечения двум подозреваемым в похищении человека. Неделю назад 20-летнего парня похитили, вывезли в Киев и несколько дней держали связанным в арендованной квартире. Свои условия похитители сообщили отцу парня по телефону. Они потребовали выкуп в размере 1 миллион долларов. Двух сообщников похитителей задержали в Одессе после передачи части выкупа в размере 100 тысяч гривен. Позже в столице взяли с поличным еще четверых членов банды, в том числе и заказчика. Суд отправил двух подозреваемых в СИЗО. Третьего фигуранта поместили под круглосуточный домашний арест. В Одесской области пограничники обнаружили у иностранца старинное Евангелие. Мужчина собирался вывезти редкую книгу в Молдову. Пограничники подульского отряда во время осмотра грузовика РНО обнаружили старинное Евангелие. 60-летний водитель объяснил, что купил книгу и вез ее домой в Молдову в качестве сувенира. О том, что она может представлять культурную и историческую ценность, не знал. Старинное издание Евангелия передали сотрудникам таможенной службы, сообщили в пресс-центре Южного регионального управления Госпогранслужбы. На выходных одесситы массово нарушали карантин. Собирались компаниями на море и в парках. Бары и рестораны принимали посетителей, несмотря на действующие ограничения. Вместе с тем, в городских больницах оперативно оборудуют дополнительные койко-места, поскольку больные с пневмонией продолжают поступать в отделение каждый день. Обо всем этом шел разговор в ходе дистанционного аппаратного совещания в мэрии. На выходных в Одессе многие заведения общественного питания работали вовсю, несмотря на действующие ограничения красной зоны. В кафе и ресторанах не соблюдалась даже социальная дистанция. Об этом рассказал городской голова Геннадий Труханов. Если вы уже вышли на работу и рассказываете всем о том, что продаете свои продукты питания, обеды на вынос, ну хотя бы совесть имейте, когда люди отдыхают, сидят. Просьба соблюдать дистанцию. Это что, так сложно сделать, если вы уже работаете, если вы уже не смогли обеспечить карантинное выполнение карантинных норм. И никакая полиция, никакой город с этим не справится в одиночку, если еще не будут помогать предпринимателям. Вместе с тем, количество пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, в Одессе постоянно растет. Как отметила глава Горздрава Елена Якименко, в больницах готовится 120 новых койкомест с подачей кислорода. Выконаны работы по кисневой разводке в отделенной номер 18 в местной клинической инфекционной лекарне на 30 точек. Тривая от работы в отделенной номер 19. Распочата работы по кисневому разводке в отделенной неврологии первой местной лекарни на 50 точек. Ведутся работы по сблищению килькости подключен на 69 точек в местной лекарне номер 5 на Троицкой 37. Также, по словам Елены Якименко, активно подключилась к тестированию пациентов на COVID-19 и новая городская ПЦР-лаборатория. Ее открыли 12 марта на базе Одесской инфекционной больницы, а на днях она получила лицензию Минздрава Украины. Лаборатория распочала работу. Зараз обрабляются дослежения пациентов инфекционной лекарни и детячей местной лекарни номер 3. По мере необходимости лаборатории будут обрабляться дослежения инших установ в местах Одессы. Всего по Украине за минувшие сутки заболели более 8 тысяч человек, а выздоровели менее 3 тысяч. При этом скончались за сутки 178 больных COVID. Больше всего новых инфицированных было выявлено во Львовской и Днепропетровской областях. Одесский регион замыкает тройку антилидеров. У нас выявлено 658 новых случаев коронавируса за сутки. Из общего числа новых заразившихся по стране 344 дети, а 140 медработники. Скончались за сутки 178 пациентов. Всего же число жертв COVID с начала эпидемии уже насчитывает более 32 тысяч человек. В Минздраве высокую смертность от COVID связывают с новым британским штаммом вируса, который переносит тяжело даже молодые люди. Этот вирус намного быстрее распространяется. Исходя из показателей заболеваемости, Министерство здравоохранения расширило красную зону карантина в Украине до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась также Черниговская область. Напомним, если в красной зоне окажется одновременно 13 регионов, в стране введут всеобщий локдаун. Сегодня в красной зоне карантина находятся город Киев и Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Единственным регионом желтой зоны остается Херсонская область. Остальные регионы в оранжевой. Зеленых зон в Украине нет. Начиная с 29 марта в Украине вступили в действие новые правила пересечения границы, утвержденные Кабмином. Граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, должны уйти на двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения «Диев дома» или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 48 часов. А иностранцы, прибывающие в Украину, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия в пропускной пункт. Что касается оформления разрешительных документов, необходимых иностранцам, проживающим в Украине, то в миграционной службе утверждают, что приняты все меры для безопасного приема граждан в условиях карантина. В условиях красной зоны миграционная служба продолжает оформление и выдачу документов. Сотрудники обеспечены масками и антисептиками. В отделении централизованного оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства появились новые защитные стекла. Иностранцы и лица без гражданства, нарушившие сроки пребывания в Украине в период карантина, не будут сразу привлекаться к административной ответственности, говорят специалисты миграционной службы. Иностранные граждане смогут урегулировать все вопросы своего пребывания позже. Что касается украинских граждан, то их тоже обещают не штрафовать за просроченные документы. Великое прохание к гражданам. В период тяжкий, скажем так, когда передается инфекция, не обеспечивать подраздели ДМС без нагальной потребности. Все услуги можно получать позже, также все сроки переносятся. В частности, если вы не успели сделать вклейку в 45-25 лет, вы можете это сделать позже, даже если месячный термин прошел. Всю необходимую информацию об услугах миграционной службы можно получить на сайте ведомства, рассказывает Заряна Кит. Также в условиях карантина действует система экстратерриториальности. Когда получители поменяют документы, можно в любом отделении, вне зависимости от места регистрации. Особи могут обратиться незалежно от места регистрации проживания за послугами. В частности, обмена ID-карточки вы можете оформить незалежно, где вы зарегистрированы в месте проживания. Также флейку фотокартки вы можете сделать незалежно от места проживания и все другие послуги. Также записаться для получения тех или иных услуг можно на сайте с помощью электронной очереди. А все возникшие вопросы разрешить дистанционно. Ведомство запустило специальные чат-боты, которые консультируют посетителей. Согласно данным медицинской статистики, за прошедшие сутки в четырех регионах страны, в Донецкой, Луганской, Черниговской и Ровненской областях, не было сделано ни одной прививки от коронавируса. В Одесской за воскресенье вакцинировали всего 40 человек. При этом не так давно министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что в ближайшие 2-3 недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине увеличится до 25 тысяч. Всего по стране за прошедшие сутки вакцинировали чуть более полторы тысячи человек. Таким образом, темпы иммунизации сложно назвать высокими. Всего с начала процесса вакцинации, то есть за месяц, в Украине было сделано около 200 тысяч прививок. Среди жителей Одессы есть немало тех, кто готов вакцинироваться и уже записались в лист ожидания. Я уже записался в очередь. Ну, буду, да? Ну, вот мы думаем над этим. Наверное, придется вакцинироваться. Сегодня в первую очередь вакцину от COVID-19 получают медработники, военные, сотрудники силовых структур. До простых граждан даже пожилого возраста очередь может дойти еще не скоро. Это понимают и одесситы. Мне много лет, поэтому очередь меня, как я так посмотрел, где-то в третьих или четвертых этих самых получается. Вот так. Нет, но я буду вакцинироваться. Сегодня в Украине официально зарегистрировано три вакцины AstraZeneca, Pfizer и китайская вакцина CoronaVac, первая партия которой поступила в страну 25 марта. Однако пока прививают пациентов только индийской вакциной COVID-19 от AstraZeneca, поставки которой Индия недавно приостановила. В том числе из-за недоверия и негатива, который сопровождал процесс вакцинации в Украине. Я не считаю это целесообразным. Не считаю вакцину нормальной и уже усовершенствованной. Поэтому нет. От гриппа вакцинировались, до этого не будем. Но несмотря на имеющееся недоверие, по состоянию на 29 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались более 360 тысяч украинцев. На Таирова пьяный водитель москвича не справился с управлением. В итоге легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла поздно вечером на Люздорской дороге. Автомобиль «Москвич» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который ехал с включенными спецсигналами. Как выяснилось, 37-летний водитель авто «Москвич» находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал наличие у него в крови 2,2 промилля спиртного, что в 10 раз превышает норму, сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции. А на фонтане автомобиль БМВ сбил пешехода прямо на зебре. Пожилую женщину госпитализировали. Авария случилась около восьми вечера на углу улицы Артиллерийской и Фонтанской дороги. Автомобиль БМВ не притормозил перед пешеходным переходом и сбил женщину. 64-летнюю пострадавшую доставили в больницу. На пересыпи автомобиль БМВ сбил пешехода. Пострадавшего доставили в больницу. На улице Адария в районе пешеходного перехода автомобиль БМВ сбил мужчину. 39-летнего пострадавшего доставили в больницу. Причина аварии выясняют следователи. На выходные движение ряда трамвайных маршрутов было парализовано. В районе площади Толбухина трамвай сошел с рельс и врезался в столб. Обошлось без пострадавших. В районе площади Толбухина трамвай, следовавший по маршруту номер 13, сошел с рельс и повредил опору линии электропередач. В результате аварии водители-пассажиры не пострадали. Работники ремонтной бригады приподняли и отодвинули столб, а после эвакуировали поврежденный вагон. Причины аварии пока неизвестны. Дефекты речи, нарушение ходьбы, трудоспособности, невозможность обслужить себя самостоятельно. С такими проблемами обычно сталкиваются люди, перенесшие инсульт. Для того, чтобы минимизировать риски осложнений, крайне важно сразу же начать реабилитацию. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление утраченных функций. В Одессе методиками такой реабилитации владеют специалисты одного из немногих оставшихся санаториев. После инсультов людей буквально ставят на ноги в лечебно-оздоровительном комплексе «Белая акация». Алле Яковлевне 73 года. Впервые она обратилась за помощью 5 лет назад, после перенесенного инсульта. Тогда у пациентки была парализована вся правая сторона. Теперь Алла Яковлевна вновь решила пройти курс реабилитации. Для пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно, в корпусе санатория оборудовали специальный зал. Здесь они могут заниматься с реабилитологом, логопедом или физиотерапевтом. Основная наша функция – научить пациента ходить, научить пациента говорить, научить пациента, даже если у него есть снижение двигательных функций, научить ее работать так дома, чтобы она могла остаться одна. В принципе, у нас эта цель достигнута. Алла Яковлевна самостоятельно передвигается у нас, самостоятельно передвигается дома. И она может оставаться одна дома. В отделении нейрореабилитации сейчас проходит лечение 6 человек. С ними занимаются восстановлением ходьбы, глотания, речи, когнитивных функций. Целая команда специалистов разрабатывает для каждого пациента индивидуальную программу. В основном уникальность в том, что отбирается под каждого пациента индивидуальная реабилитационная программа, вычитывается противопоказание, показания, пожелания самого пациента. Потому что задачи ставить не только реабилитационную команду, но совместно с врачом и родственниками. И мы выполняем эти цели. Практически все эти цели у нас реабилитационные. Мы их достигаем. Как рассказывает Юрий Железняк, 80% пациентов, которые проходили реабилитацию, переступили порог санатория своими ногами. Я пришел практически лежачий здесь. Меня, слава богу, поставили на ноги. Помимо из дичных упражнений мы еще ходим на бассейн, выполняем разные процедуры согласно тренер, который нам говорит, мы это все выполняем. То есть сейчас вы уже можете ходить? Я уже могу бегать. Ходить, как и сказано. Часть комплексной восстановительной программы – занятия с тренерами в бассейне. Он наполнен минеральной водой. Ее температура 29 градусов. Эта процедура очень позитивно влияет на восстановление после инсульта, после травм. Это более быстрое восстановление двигательных функций. Это снятие мышечного спазма и тонуса с конечностей. Поэтому, конечно, бассейн является одной из уникальных составляющей нашей реабилитационной программы. И на сегодняшний день, я думаю, что не каждый центр может похвастаться, что они обладают такими возможностями. Специалисты советуют начать восстановительное лечение сразу после окончания острой стадии заболевания. Это повышает вероятность благоприятного исхода болезни и позволяет вернуть человека к его привычному образу жизни. С первой причиной большинства болезней, вредными привычками, отсутствием режима питания и несбалансированным рационом сталкивался практически каждый. Но есть и хорошие новости. Составив правильное меню, можно существенно поправить здоровье. Чем отличается лечебное питание от диеты после новостей в программе «Тема дня» рассказывает врач-терапевт-диетолог Людмила Ермошенко. Очень много на сегодняшний день обращаются пациентов изначально с проблемой коррекции веса. И когда мы смотрим, когда идет назначение гормонального фона, и, к сожалению, обнаруживаются на сегодняшний день очень широко распространенные заболевания эндокринной сферы, к сожалению, обнаруживаются те или иные заболевания, которые уже сами по себе диктуют лечебное питание. И это именно потому, что вот много людей говорят, так, ось там, марафон пройшел, там, что-то схуднув, но потом воно все повернулося, так. Это именно потому, что есть уже какой-то фон, который не даёт этому, нибудь-то полезному харчеванию, довести до хороших результатов, так. На самом деле, да, я с этим на все 100% согласна. Почему? Потому что человек, меняя свой рацион, он не учитывает, во-первых, не тех заболеваний, которые у него есть в наличии. Он не учитывает даже состояние своего здоровья, да, то есть не учитывает ни возраст, ни вес, не учитывает самые такие обычные элементарные требования, которые должны учитываться при составлении какого-либо лечебного рациона, даже если это рацион по коррекции веса, да, то есть это тоже лечебный рацион. И на сегодняшний день, если мы возьмём по заболеваниям, то можно рассмотреть две такие самые важные, да, железа, эндокринные железы. Это щитовидная железа, поджелудочная. Щитовидная, она по праву считается первой скрипкой в оркестре эндокринных желез, потому что её гормоны отвечают абсолютно полностью за весь метаболизм, и за жировой, и за белковый, и за углеводный обмен веществ. А поджелудочная, если нарушена её эндокринная функция, да, отвечает и провоцирует очень сильные нарушения углеводного обмена. Тот же сахарный диабет первого, второго типа. В Измаиле вспыхнул масштабный пожар на Лебяжьем озере. Горел камыш. В Измаиле на берегу Лебяжьего озера вспыхнул камыш. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил большую территорию и вплотную подобрался к жилым постройкам и развлекательным заведениям. Пожар на площади в 2 гектара удалось ликвидировать только спустя несколько часов. С огнём боролись 11 спасателей и 3 спецмашины. В результате пожара никто не пострадал. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе ГСЧС. В Одессе в ночь тушили сразу три пожара. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. В ночь с воскресенья на понедельник спасателям поступил сигнал о задымлении в подъезде жилого дома на Адмиральском проспекте. Пожарные обнаружили, что горел мусор в подвале пятиэтажного дома. Из здания оперативно эвакуировали 20 жильцов. В течение 20 минут возгорания на площади 10 квадратных метров ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются. А на ленпосёлке сгорели сразу два частных дома. Пожар вспыхнул около 4 утра на Бородинской улице. Там горели два расположенных впритык частных жилых дома, принадлежащих одному человеку. Хозяева вовремя выбежали во двор. Через несколько часов возгорания на площади 300 квадратных метров ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна. И ещё один пожар спасателям пришлось тушить в многоэтажном доме на Таирово. Сообщение о возгорании поступило около 5 утра. Горело имущество на балконе восьмого этажа девятиэтажного дома. Из квартиры эвакуировали женщину. Она не пострадала. Возгорание на площади 10 квадратных метров оперативно ликвидировали. В причинах происшествия разбираются эксперты. В Одессе на фонтане поймали закладчика. У мужчины нашли более 80 свёртков с психотропными веществами. Патрульным поступила информация о подозрительном мужчине, который раскладывал свёртки на улице Бернардаце. Увидев патрульных, он бросился бежать. Но полицейские догнали и задержали 30-летнего закладчика. У него обнаружили более 80 свёртков с психотропными веществами. Также правоохранители нашли ещё 15 уже сделанных закладок. Задержанного доставили в районное отделение полиции. Но вернёмся к аппаратному совещанию в мэрии. По словам чиновников, в условиях карантина все службы социальной помощи работают по предварительной записи. А школьники после каникул выходят на дистанционное обучение. Но не все. На фронт-офисах забезпечен щоденний приём грамотян с 9 до 15 години за передним записом для того, чтобы не было скупчения людей. Окрім цього, у нас можливо звернутися або через поштовое отделение, або через электронную пошту, або на каждом фронт-офисе есть скриньки. То есть, все эти выплаты, которые предъявлены как государственными программами, так и муниципальными, они продолжают призначаться. Что касается учебных заведений, то каникулы подошли к концу. Ученики старших и средних классов будут обучаться дистанционно. А вот самые маленькие школьники вернутся за парти. Что касается первых и четвертих классов, то нами было проведено опитывание батьков и выяснено, что 167 классов початковой школы у нас научатся вдома. За выбором батьков, это 5 555 одесских детей. Кроме того, школа номер 100 приняла решение и полностью все первые и четверти классы занимаются дистанционно. Продолжать работу и дошкольные учреждения. На карантин сейчас закрыто только два детских садика. Это 154 и 75. Веден карантин и в отдельных группах. Из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом не работают 30 групп. На днях одесскому футбольному клубу «Черноморец» исполнилось 85 лет. Юбилей легендарной команды – важное событие не только для истории футбола, но и для Одессы в целом. За 85 лет одесские футболисты завоевали немало наград. Клуб дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов. Сегодня команда возглавляет таблицу Первой лиги Украины, в которой играет сезон 2017-2018 годов. Наши корреспонденты отпраздновали юбилейную дату вместе с ветеранами отечественного футбола. Одесскому «Черноморцю» – 85 лет. Відсвяткувати ювілей зібралися вихованці футбольної школи різних років. Олександр Нікіфоров перший раз потрапив до «Черноморця» в 1984 році. Розповідає, це була любов з першого погляду і на все життя. Нас пригласили в «Черноморець», нам ніяких привилегий не давали, сказали, от прийдете, будете доказувати, а потім все. Ну, в той час ми взагалі не думали нічого. Нам дитяча міця повинна була ісполонуватися. Саме главное було іграти в одесському «Черноморцю». Найяскравішим моментом за свою історію в футболі Олександр вважає гол, який забив грі першої ліги в 1988 році. При тому, що в команді суперника грали, ну, дуже сильні футболісти. На то час Динамо Московська – це була дуже прилична команда. Там іграло шесть людей олімпійських чемпіонів. Ну, і ми виграли 3-1. І мені повезло, мабуть, повезло, і удача спала, я вже в 2-й ігрі забив гол Динамо Московського, ми повели 2-1. Звісно, той гол, я не можу не забити нічого, радувався, що до утра, мабуть, не спало, від щастя. Підтримкою і опорою для одеської команди «Чорноморець» в усі часи були вболівальники. Директор музею футболу Михайло Ганєв згадує, як раніше одесити ходили вболівати за «Чорноморець». Ми були мальчишки, ми тільки зажигалися цей ігро, але коли наші отці, деді збиралися, вони за три дні до футбола вже обсуждали, хто достоїн виступити в команду, хто не достоїн, хто йде і як вирватися сьогодні з роботи, як відпроситися. Я не пам'ятаю випадку, щоб отець сказав, що його на роботі не відпускають на стадіон. Члени футбольного клубу «Чорноморець» на честь ювілейної дати приймали і офіційне привітання. Мер міста Геннадій Лініш-Труханов поздравив футболістів, тренеров, болельщиків одеського футболу, всіх, хто причастен цим з праздником з 85-летієм клубу «Чорноморець». Дякую йому і приємно. За 85 років команда пережила різні часи, були і зльоти, і падіння. Однак «Чорноморець» завжди був і залишається гордістю нашого міста і вітчизняного футболу, кажуть його шанувальники. І це вся інформація к данному часу. Спасибо за внимание. Випуск продолжит прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. Желаю хороших новостей і всього доброго! Дякую за перегляд! 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 Дякую за перегляд!